Смотрите, это 5 минут прошло, а уже оп, грация, чувствуете? Пошла волна. Тихо-тихо-тихо-тихо. Юлик, ты давай аккуратнее. Я тут читала статистику, что летом у молодых людей переломы встречаются в два раза чаще. И не потому что люди падают, а потому что кости у них более хрупкие становятся, ломкие. Слушайте, а давайте сделаем тему недели, как укрепить кости всем жителям больших городов. Потому что я недавно общалась с своим экспертом, и он сказал, что у молодых сейчас кости стали очень хрупкие. И эта болезнь называется остеопороз. Причем опасен остеопороз не только переломами, но он еще очень сильно ухудшает нашу внешность. Вот так вот. Поэтому я сегодня узнаю все подробности. Я, кстати, в медицинском блоге видела пост о продуктах, которые разрушают кости. И там даже был кофе, а мы его так любим. Да, я не пью вообще. Да, я сейчас встречусь с диетологом и узнаю, насколько реально кофе опасен для костей. А я тогда узнаю, почему у молодых людей кости становятся хрупкими и ломкими. И как от этого защититься? Ну что, поехали. Наконец-то хоть от Юлика. Поехали. Почему? Куда это ты? Алексей Леонидович, здравствуйте. Добрый день. Ухрев Алексей Леонидович, врач-терапевт, кандидат медицинских наук. Расскажите, пожалуйста, что такое остеопороз, болезнь хрупких костей? Как вы уже сказали, хрупкие кости. А за счет чего они хрупкие? Дело в том, что наша кость, она вообще очень интересная структура. Это на самом деле очень активно живущая ткань. В ней постоянно идут два процесса. В ней постоянно идет процесс построения новой кости и разрушения поврежденной старой. Для того, чтобы кость не была излишне хрупкой, значит, в ней, кроме кальция, находятся эластические белки коллагена, которые обеспечивают ее упругость. Так вот, что такое остеопороз? Когда количество кальция в кости начинает критически падать, и кость становится неспособной сопротивляться нагрузкам, и в результате ломается. Переломы – это как бы самая опасная последствия у пороза. Что вот еще может появиться? Я, собственно, сегодня сюда пришел не один. А со мной? Ну и не только с вами. У меня есть еще один друг. Предлагаю к нему присоединиться, и на нем мы все покажем. Пойдемте. Что это там за друг такой? Ну вот он, мой старый приятель Викентий. Конечно, перелом трубчатых костей – это плохо. Вот, это неудобно, это гипс, это вытяжение. Но у нас еще есть губчатые кости. И когда они ломаются, происходит, к сожалению, нарушение осанки, потому что они всегда ломаются клином кпереди. И если вы видели вот таких очень старых дам, которые идут вот такими двумя палочками, вот это те, кто не придал вовремя значение остеопорозу, и у них позвонки все поскладывались. Но и не забывайте, что остеопороз – это проблема всего организма. Поэтому страдает не только кости конечностей, не только позвоночник, страдает челюсть, зубы становятся хрупкими, легко колются. Повышенный кальций в крови может вызывать судороги и кучу других проблем. Вызывать отложение камней в почках. А вообще вот у кого чаще всего развивается остеопороз, болезнь хрупких костей? Ну, конечно, женщины в постменопаузе, у которых кончилось защитное действие эстрогенов. И у таких вот пациентов остеопороз начинает развиваться гораздо быстрее, чем в том периоде жизни, когда у них еще были менструации. Ну, главная мишень остеопороза – это женщины после 50 лет в период менопаузы. Но сейчас эта болезнь все чаще развивается и у молодых людей. Ну вот, Алексей Ильинич, я тоже молодая, но я не знаю, есть у меня остеопороз, нет у меня остеопороза. Как мне это проверить? Не знаю, вот покататься на доске и попробовать упасть, сломать нога? Мария, ну я бы, может, не прибегал к таким, ну, совсем уж экстремальным методам. Ну, есть простой, вполне информативный метод. Надо сделать денситометрию. А что это такое, для чего, как и чего, мы вам сейчас попозже расскажем. А давайте, может быть, тогда еще обсудим какие-нибудь мифы про остеопороз. Я вот слышала, что чем выше человек, тем выше у него риск развития остеопороза. Прекрасно, я вам про это тоже расскажу. Отлично. А я тогда пока передаю слово Юлику. Он прямо сейчас выясняет, из-за каких именно причин остеопороз, вот эта болезнь хрупких костей, развивается именно у молодых людей. Юлик, тебе слово. Тревожная статистика. Болезнь хрупких костей, остеопороз, развивается у молодых людей, моложе 30 лет. И происходит это все чаще и чаще. С чем это связано? Почему кости становятся слабыми и хрупкими? Как лишний вес влияет на появление остеопороза? И в каких случаях он появляется даже у самых стройных? Давайте разбираться с нашим экспертом. Народовская Ольга Андреевна, врач-терапевт, кардиолог, клинический нутрициолог. Почему остеопороз стал возникать и у молодых людей? И почему он перестал быть болезнью пожилых людей? Первое, это, конечно же, малоподвижный образ жизни. Давайте я вам покажу просто на необычном примере. Вот, собственно, мы видим с вами международную космическую станцию, где люди, конечно же, подвержены невесомости, и в том числе малоподвижному образу жизни. И уже давным-давно научно доказано, что те космонавты, которые как раз раньше возвращались после невесомости, у которых не было адекватной нагрузки на их мышцы, у них уменьшалась прочность их костной тканей. Именно поэтому космонавты очень часто занимаются физическими нагрузками на борту МКС. Но спорт подойдет не любой, а какой, расскажу немножко попозже. Вторая причина развития остеопороза, это, конечно же, то, что мы очень мало гуляем. И сейчас лето, и я, и в целом научное сообщество призывает людей гулять как можно больше. Для чего? Для того, чтобы получать именно адекватную дозу витамина D. Потому что витамин D действительно способствует усвоению кальция, и для того, чтобы наши кости были прочными и крепкими. Третья причина, это, конечно же, излишний вес. Уже наука доказала, что, к сожалению, ожирение также влияет на снижение прочности и крепкости костей за счет того, что выделяется гормон, который называется адипонектин, который не очень хорошо сказывается в том числе и на здоровье наших костей. Кудоба влияет, наоборот, на кости. Да, и худоба в том числе. К сожалению, именно женский пол подвержен вот этим экстремально низким диетам с очень маленьким поступлением питательных веществ. И как раз именно из-за этого такие девушки тоже подвержены как раз риску развития остеопороза и перелома. Девушки, люди, мужчины с индексом массы тела менее 18. Что вообще такое индекс массы тела? Давайте я вам формулу-то напишу. Давайте. Индекс массы тела равен... Формула следующая. Килограммы мы делим на метр в квадрате. То есть, например, сколько вы везете? 60. Хорошо, 60. Так, ваш рост? 171. 1 из 71 в квадрате равно... Мне нужен калькулятор. Ваш индекс массы тела, видим, примерно 20,5 килограмм на метр в квадрате. То есть, вы вписываетесь в рамки абсолютной нормы по индексу массы тела. Если ожирение у нас более 30 килограмм на метр в квадрате, излишняя худоба менее 18, у вас всё в целом в порядке. То есть, ближе к худобе. Но нормально. Вполне себе отлично. Хорошо. Вы сказали, что есть специальные упражнения, которые могут помочь защититься от остеопороза. Да, конечно, я расскажу, но немножко попозже. Кроме этого, есть некоторые лекарства, которые тоже могут способствовать развитию остеопороза. Давайте это обсудим немножко позже. Давайте. А я передаю слово Алёне, она узнаёт, какие именно продукты разрушают наши кости. Посмотрите и узнаете, едите ли вы их. Да-да, поверьте, потому что именно эти продукты, оказывается, есть в рационе практически у каждого из нас. Из-за них повышается риск переломов и самое опасное развитие остеопороза в будущем. Что же это за продукты, настоящие разрушители наших костей? Давайте сейчас узнаем, есть ли среди них кофе. Вот это мой главный вопрос. Мила Бондаренко, дипломированный нутрициолог-практик, консультант по здоровому питанию. Мила, здравствуйте. Здравствуйте. Что же за продукты, которые разрушают буквально наши кости? Ой, ну, основными разрушителями костей у нас являются колбасные изделия. Это полуфабрикаты мясные, сосиски, сардельки, буженина. Конечно же, это продукты с высоким содержанием соли, это различные консервы. И соленье типа оливок, маслин, огурчиков, помидорчиков, все, где много соли. Вы что-то самое вкусное называете. А вы назвали все самый сок, смысл жизни моей. Мила, скажите, как вообще соль влияет на то, что кости становятся хрупкими? Дело в том, что натрий, содержащийся в соли и в соленых продуктах, буквально вытесняет кальций из костей. И он выводится через почки естественным путем с мочой. И, соответственно, организм что делает? Когда ему чего-то не хватает, в данном случае кальция, он просто вынужден забирать это из резервных источников. В данном случае это наши кости, суставы, ну и туда же ногти и волосы, собственно, тоже. То есть, получается, натрий замещает кальций в костях? Нет, он не замещает, он просто вымывает, как будто бы вымывает. Вытягивает. Будем осторожны с солеными продуктами. Я еще читала, что кофе как-то может способствовать тому, что кости становятся хрупкими. Но вот буквально перед встречей с вами я выпила чашку кофе. Я не могу без него просто проснуться. Неужели он действительно может как-то повлиять на крепкость моих костей? Я расскажу, откуда такое мнение. Дело в том, что считается, что кофеин, он выводит жидкость из организма. А все, что у нас провоцирует отток жидкости организма, оно, соответственно, выводит кальций. То есть через... Мы же не жидкие, что жидкость выводить? Но дело в другом. На самом деле, жидкость выводит из организма и обычная вода. Мы, собственно, для этого его пьем. И компоты, и морсы. Поэтому кофе в этом случае, ну, на самом деле, безопасен. Но я как нутрициолог рекомендую, конечно, не превышать и не пить огромное количество кофе, хотя я сама люблю. Вот. И не рекомендую пить больше двух-трех чашек в день все-таки. Да, да. У меня есть еще одна сегодня в запасе, еще одну я выпить могу. То есть в целом мы можем сказать, что кофе для костей безопасен? В целом, да. Это один из мифов. Наконец-то. Наконец-то. Мила, скажите, а вот нужно же тогда есть больше продуктов, в которых содержится много кальция? Вот творог, например. Даже? На самом деле, если говорить о молочных источниках кальция, то больше кальция содержится в определенных видах сыров. И я готова о них рассказать поподробнее. Мы сейчас, милый, будем искать этот сыр, а я пока передаю слово Маше. Прямо сейчас она выясняет, как понять, есть у тебя остеопороз или нет. И правда ли это, что чем выше человек, тем выше у него риск остеопороза. Очень интересно. Врачи говорят, что остеопороз развивается бессимптомно. Но как же тогда понять, есть он у вас или нет? Оказывается, есть специальное обследование денситометрия. Алексей Леонидович, вы рассказали, что есть обследование денситометрия, которое нужно делать, чтобы понять, есть остеопороз или нет. Можете рассказать подробнее? Ну, денсито, денсито это от слова плотность. Денситометрия, соответственно, исследование на плотность костной ткани. Причём используются два принципа. Ультразвуковая денситометрия и рентгеновская. Соответственно, ультразвуковая, она может сказать, есть у тебя остеопороз или нет. Ну, в общем-то, достаточно приблизительно. Это делается по запястью и пяточной кости. А рентгеновская денситометрия, она гораздо более точная. И она нам позволяет сказать в процентах, какова потеря плотности костной ткани. И, соответственно, основываясь на этих процентах, мы можем дальше проводить лечение и оценивать его эффективность. И это исследование, оно проверяет плотность костной ткани в позвоночнике и непосредственно в ведреной кости. Ну что ж, теперь давайте тогда развенчаем основные мифы про остеопороз. Я читала, что чем выше человек, тем выше у него риск развития остеопороза. Тут важна не столько длина костей, сколько её соотношение к росту. И это общеизвестно, что тонкокосные, невысокие люди, что у них остеопороз возникает всё-таки статистически значительно раньше, чем у здоровых и толстокосных. И вообще, как ни странно, масса тела, она, это, конечно, не самое полезное приобретение. Но вот то, что касается остеопороза, у людей с недостатком веса, остеопороз возникает существенно раньше, чем у людей с избытком. А недостаток веса это какой? Это когда индекс массы тела ниже нормы? У нас не меньше 19. Алексей Леонидович, спасибо вам большое, что поделились с нами своими знаниями про остеопороз. А я передаю слово Юлику, он прямо сейчас выясняет, какие именно физические нагрузки снижают риск развития остеопороза. И что ещё можно делать, чтобы от этой болезни ощутиться? Для начала напомню, лишний вес или излишняя худоба, недостаток движений в жизни и недостаток витамина D могут влиять на появление остеопороза. Как от него защититься? Есть особенные физические нагрузки. Какие? Сейчас узнаю. А ещё выясню, какие лекарства повышают риск остеопороза. Способы защиты от остеопороза. Как мы с вами уже обсуждали, это, конечно же, физические упражнения, но не простые. Например, силовые тренировки с утяжелителями, с гантелями, со штангами вполне себе уже точно, научно доказано, способствуют укреплению ваших костей. Почему гантели те же самые, ну, любое утяжеление укрепляет наши кости? Потому что силовой тренинг укрепляет наши мышцы, делает их сильнее и способствует росту клеток молодой костной ткани, а именно остеобластов. Поэтому силовой тренинг – это наше всё. Самый лучший инструмент для мужчин, говорят гантели. Лучшая подруга в жизни любого мужчины – это гантели. Это правда. Итак, следующий фактор, который способствует защите от остеопороза – это следить за нашим желудочно-кишечным трактом, потому что многие молодые люди нерационально питаются, испытывают множество стрессов. Всё это, естественно, откладывается в том числе и на здоровье желудочно-кишечного тракта в виде гастритов, эрозий и язв. И зачастую как раз молодые люди в том числе принимают такие препараты, как ингибиторы протонной помпы – амепрозол, пантопрозол. Но у них также есть некоторые побочные эффекты в виде в том числе нарушения всасывания кальция. И поэтому люди, которые долгое время принимают препараты данной группы, они в том числе поддержаны как раз остеопорозу, поэтому очень важно следить за здоровьем своего желудка и кишечника. Следите за своим ЖКТ, чтобы защититься от остеопороза. Не ешьте на ходу, следите за питанием. Ольга Андреевна, спасибо огромное за интересную беседу. А вот какие продукты содержат много кальция и что надо есть, чтобы защититься от остеопороза, расскажет Алена. А я вам напоминаю, что мясные полуфабрикаты, продукты, которые содержат много соли, разрушают наши кости. Но, ура, есть продукты, которые, наоборот, наши кости могут укрепить. И Мила нам сейчас о них с удовольствием расскажет. А я уже сказала, что это какой-то сыр. Да, я с удовольствием расскажу. Дело в том, что кальций у нас не синтезируется самостоятельно в организме, поэтому нам очень важно его добирать, чтобы не было дефицита из продуктов питания. И вот если говорить о сырах, то сыр – это потрясающий продукт, который содержит огромное количество кальция. Это примерно 85% содержания кальция на 100 грамм продуктов. На самом деле, для того, чтобы кальций хорошо усваивался, нужны витамины определенные. И вот, например, в сыре содержится витамин D, который помогает усваиваться кальцию лучше, чем, например, тот же творог. А вот все равно какой сыр выбирать? Вот тут есть какой-то козий, камамбер, мой любимый. Ну, считаются более содержащими кальция сыры именно твердых. Для того, чтобы дневную норму пополнить, достаточно съедать 2-3 кусочка сыра. Мил, скажите, а получается вот такой сыр, он прям рекордсмен по содержанию кальция? Чемпион? На самом деле, если вы будете смотреть где-нибудь в источниках сети, то первым у вас выйдет, что чемпион у нас является кунжут. И это действительно так. Но есть один нюанс, что кунжут – это растительный источник кальция. И поэтому усваивается он гораздо хуже. Это доказано учеными. Поэтому в данном случае сыр действительно будет рекордсменом. Да, вы же сказали, что нужно, чтобы усваивался с помощью каких-то дополнительных веществ. Витамина D. Витамин D и витамин К2. Вот, а в кунжуте, я так понимаю, этого всего нет. А в сыре есть. Мила, спасибо вам огромное за консультацию. Будьте здоровы. Спасибо вам. Так, ну себе-то я сыр выбрала. Надо взять что-нибудь ребятам. О, они мне как раз уже пишут, где ты, где ты. Бегу, я же вам сыр покупаю. Реально. Ну нормально уже, видишь, за день. Да-да-да. Опа. Вопрос на засыпку. Где больше всего содержится кальция? Если вопрос на засыпку, значит, в чем-то сыпучем. В горохе. Ну, почти. Близко. Больше всего кальция содержится в кунжуте. Но есть его для защиты от остеопороза нет смысла, потому что из растительных продуктов кальций плохо усваивается. Поэтому я. Поэтому ты. Привезла вам сыр? О-о-о-о. Твердый сыр, да. Из него кальций усваивается вообще на ура, поэтому ешьте по 2-3 кусочка в день. А в твердом больше всего кальция? Да. А, кстати, забыл. Они такие легкие, что я стою, не держу их. Я для вас принес, на самом деле, аккуратно, аккуратно, тяжело. Поиграем, Маш, он же в носах. Почему? Почему с гантелями? Это специально для вас. Потому что физические нагрузки уменьшают риск остеопороза. Кости становятся крепче, представляете? И важны именно силовые. Гантели, штанги, отжимания или подтягивания с утяжелением. Я, кстати, это мои любимые тренировки. Я обожаю. Обожаю отжиматься. Остеопороза у нас, получается, с тобой не будет. Слушайте, а я, кстати, выяснила, что вот эта болезнь хрупких костей, остеопороз, развивается без симптомов. И чтобы вовремя его обнаружить, нужно сделать специальное обследование, называется денситометрия. Обычно ее врач назначает, если много факторов риска. Это больно? Нет, это не больно. Это приятно. Но это просвечивает как-то? Это просвечивает твои кости. Помогает оценить плотность костей. Нет ли у тебя дырок в костях? Вот я сказала. Я вот что подумал. Если все опыты на плотность костей проводят на мышах, а мыши любят сыр, насколько эти опыты соответствуют действительности? На мышах-гераклах. Здоровья, москвичи. Поехал, узнаю. Извините. Любите себя и свой город. Я тоже поехала. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...